Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня у нас в гостях адвокат-дворяк. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Владимир Геннадьевич, во время судебного процесса над предпринимателем Игорем Исламовым наш корреспондент стал свидетелем интересной ситуации с выявлением родственных связей между председательствующим, точнее не председательствующим, а председательствующий в процессе заявил о родственных связях подсудимого и заместителя руководителя и руководства суда. Вот разъясните, в чем здесь загвоздка и как это может повлиять на процесс? Вот я бы вам с удовольствием все разъяснил, но я до сегодняшнего дня не ознакомлен, я об этом сделал соответствующее заявление, то есть обратился и к председателю Минусинского городского суда, и к судье Фомичеву, который председательствует по уголовному делу, чтобы мне предоставили, ну первое, это что было там за информация, в какой форме она поступила, от кого к кому, и соответственно, почему она не опубликована вовне процессуальных обращениях, да, и почему ее следов нет в самом уголовном деле. Сразу скажу, что вот по закону судья, который рассматривает, в частности, уголовное дело, он не может подвергаться влиянию извне, да, то есть и закон его, так скажем, от этого защищает, и вот если к суде, к председателю суда кто-то во внепроцессуальной форме обратился, то есть в форме, не предусмотренной законом, то есть в той форме, которая не требует реакции суда на обращение, это называется внепроцессуальное обращение, оно по закону должно публиковаться в специальном разделе официального сайта суда, в специальном разделе называется внепроцессуальное обращение. Вот когда этот случай произошел, у нас судья Фомичев, в общем-то, процитирую, он в начале, так скажем, вот этого, 17 мая 2024 года, когда продолжался процесс, он сказал, что я должен донести до участников сторон информацию, в суд поступило до начала судебного заседания информации о том, что Исламов является близким родственником или близким родственником руководства Минусинского городского суда, что влияет или может влиять на данный уголовный процесс. Ну, когда мы эту информацию получили, после нее сразу председательствующий стал выяснять у Исламова действительно ли вот эта информация, которая поступила к судье Фомичеву, она является достоверной. И выяснилось, что Марина Александровна Клуева, это зампредседателя Минусинского городского суда, я так понимаю, что она была исполняющей обязанности председателя Минусинского городского суда, она является его родственницей, ну, не близкой родственницей, но родственницей, да, установил эту родственную связь и потом поставил вопрос перед сторонами, перед гособвинителем, перед нами, не будет ли это влиять на рассмотрение настоящего дела, не будет ли это ставить под сомнение судей Минусинского городского суда. Мы полагались на усмотрение суда, государственный обвинитель тоже, потому что мы этот вопрос не ставили, гособвинитель этот вопрос не ставил, а вот судья решил поставить более чем через полтора года судебного процесса. Ну и все, рассмотрев этот вопрос, сам он вопросы поставил судья, сам рассмотрел, сказал, что все нормально, я буду рассматривать дело, это никак не повлияет на мою объективность и беспристрастность. Ну, такое решение судья принял. И все, и мы стали продолжать рассматривать дело. Я, когда после этого заседания пришел, открыл сайт Минусинского городского суда, открыл раздел «Вне процессуальное обращение» и увидел, что до настоящего времени в Минусинский городский суд вообще ни одного «Вне процессуального обращения» не поступало. Я написал ходатайство судей Фомичеву, чтобы он меня ознакомил с источником и дал мне возможность скопировать, потому что он сказал, что до судебного заседания в суд поступила информация о том, что в родственнике, причем там не было указано, что Клуева или Гончаров, просто является родственником руководства суда. Ну, такая формулировка, дословно. Я обратился к суде, и вот эту информацию, которую вы озвучили 17 мая сего года, пожалуйста, дайте нам возможность ознакомиться, потому что материалы и дела мы ее не видели, до начала судебного заседания в том числе. Значит, о следующем заседании, в ходе продолжения, судья Фомичев довел до нас, что в деле никакого источника нет. Это вне судебного процесса. Ему сообщил председатель Минусинского городского суда Гончаров. И, соответственно, судья только после этого поднял этот вопрос. И даже как-то претензионно в адрес и нашей стороны защиты, и стороны обвинения прозвучало, что вы об этом достоверно знали, но почему-то не посчитали нужным сообщить об этом суду. Значит, на сегодняшний день, так как судья Фомичев сказал, что у него источника нет, и прям процитирую, сказал, что источник этой информации находится у председателя Минусинского городского суда Гончарова. Я обратился к председателю суда, сослался на нормы федерального закона, который обязывает суд вне процессуальные обращения публиковать, потому что либо это процедурное обращение, которое должно быть оформлено в соответствии с уголовно-процессуальным законом, да, либо это вне процессуальное обращение. Ну, я сейчас могу только догадываться, что, видимо, накануне вот этого заседания 17 мая 24-го года кто-то обратился к председателю Минусинского горсуда и сообщил вот эту информацию о родственных связях Исламова с руководством Минусинского горсуда. После этого председатель Минусинского горсуда где-то вне процесса подошел к судье Фомичеву и сообщил ему, что вот дело, которое находится у вас в рассмотрении, вот отношение Исламова, вы имеете в виду, Исламов является родственником руководства Минусинского горсуда, он и есть руководство, да, он же, по крайней мере, со слов судьи Фомичева не было конкретики. То есть он выяснял сказать и сам про себя, что... Ну да, это два варианта, то есть это заместитель или председатель, это и есть руководство суда, но он говорит, вот имей в виду руководство, да, вот я так полагаю, потому что именно так озвучил судья Фомичев. И, соответственно, я попросил, теперь уже направил запрос и потребовал, чтобы либо нам эту информацию предоставили источник, и на сегодняшний день уже, исходя из объяснений, из пояснений, прошу прощения, из разъяснений судей Фомичева, источник находится у председателя Минусинского горсуда, и вот само это обращение, по крайней мере, мы воспринимаем как внепроцессуальное. Ну, потому что никакой процедуры это не предусмотрено, но это повлекло рассмотрение. И здесь еще очень важный аспект, вот в какую ситуацию вообще сам факт публичного обсуждения председательствующим по делу Фомичевым вот этой ситуации с возможностью рассмотрения дела в отношении родственника руководства суда, он, я считаю, повлек стимул, возникновение у судьи стимула вынести обвинительный приговор. Ну, потому что, если оправдает, то скажут, это шанс. Ну, да, ну, вы представляете, то есть, вот рассматривалось, рассматривалось дело, все выглядело нормально, потом в одночасье судья говорит, так, уважаемый, скажите-ка, пожалуйста, не являетесь ли вы родственником руководства Минусинского горсуда? Он говорит, да, исполняющий обязанности председателя, мой родственник, он. Как вы считаете, это воспрепятствует объективному беспрестрастному рассмотрению дела? Говорит, да мы не знаем, ваше честь, сами решайте. Хорошо, я вас ставлю вознес, несмотря на то, что я сужу родственника председателя или исполняющего обязанности председателя суда, и я все равно вынесу беспристрастный приговор. Ну, он вот этот тезис-то сможет подтвердить только в случае обвинительного приговора, потому что, ну, да, вот он покажет, несмотря на то, что это родственник руководства суда, я все равно, то есть я не подвергся влиянию со стороны руководства, и вы можете это видеть только из обвинительного приговора, а все вынесу оправдательный, ну, сразу. Да, то есть вопрос вы поднимали, опубликовали, да, то есть публично заявили, что вы судите родственника суда, и после этого вы вынесли оправдательный приговор. Что-то здесь нечисто. Ну, эту претензию мы, в общем-то, тоже возложили в обращении. Сейчас дождемся ответа вот председателя Минусинского городского суда. Этот вопрос чрезвычайно важен, потому что мы хотим, чтобы дело рассматривалось в условиях беспристрастности, и объективной, и субъективной, со стороны судей. Ну, вот, на наш взгляд, здесь уже присутствует дефект, да, вот такого справедливого судебного разбирательства беспристрастным судом. Ну, будем ждать продолжения этой увлекательной истории. Спасибо, что пришли и рассказали. Вам спасибо.